Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о том, где мы будем стоять летом и проблемах простых парижан. Федеральная трасса М7 весь прошлый год стояла. Стояла из-за того, что в городе Лакинск велись масштабные работы по ее реконструкции. Знаменитая пробка получила даже собственное название «Лакинское стояние». Автомобилисты проводили в ней от двух до четырех часов, а время в пути от Москвы до Владимира не мог предсказать даже самый умный навигатор. Ну, в Лакинске вроде починили и водители выдохнули. Но, граждане, не расслабляйтесь. Теперь нас ждет еще один ремонт на этой федеральной трассе. И он уже начался. Реконструировать принялись мост через реку Киржач. Это всего два километра, но движение в обоих направлениях осуществляется по одной полосе, да еще и с ограничением скорости. Дорожники обещают закончить ремонт к декабрю, а тем, кому предстоит ездить по М7, хочется искренне посочувствовать. Кстати, возле Лакинска ремонт закончен, но не совсем. В ближайшее время планируется начать устанавливать шумозащитные экраны. Хоть дорожники и утверждают, что проблем на этом участке не будет, верится с трудом. А вот в столице Франции свои проблемы похлеще наших. Власти Парижа ввели ограничения на передвижение по городу для автомобилей низких экологических классов. Выглядит это следующим образом. Существует шесть видов талонов, каждый из которых соответствует присвоенному экологическому классу. В зависимости от цвета талона, то есть класса, на автомобиль накладываются ограничения по движению в определенных частях города. Автомобили без талона заезжать в Париж могут только по выходным или с 8 вечера до 8 утра по будням. Автомобилем, произведенным до 1 января 1997 года, въезд в город запрещен совсем. Как быть владельцем классических автомобилей, власти объяснить забыли, просто нельзя и все. Что же касается автотуристов, то они тоже обязаны иметь экологический талон. Его можно купить в интернете. А можно воспользоваться городским транспортом, ведь пробок в Париже меньше не стало. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.